Привет-привет-привет! Это снова я, у меня замечательное настроение, и я с удовольствием буду сегодня с вами делиться своим замечательным настроением. Это первое. И второе, своими секретами по уходу за волосами. Наконец-то у нас долгожданное видео с моими новинками, с теми новыми продуктами по уходу за волосами, которые я недавно попробовала, и о которых мне очень-очень хочется вам поскорее рассказать. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Впереди у нас еще очень-очень много интересного. Мой бесспорный любимец всего последнего времени, моя просто obsession и моя влюбленность, и мой восторг-восторг-восторг относительно того, что касается марок уходовой косметики за нашими волосами, это... здесь я, наверное, велосипед не забрету. Это марка Aveda. Кто следит за мной в инстаграме, те достаточно давно уже прочитали мой восторженный отзыв о данных двух продуктах марки. О марке Aveda я знаю уже давно, знаю, что марка американская, знаю, что марка потрясающая и, в принципе, делает действительно очень-очень крутые продукты для волос. Попробовать продукты марки Aveda я смогла только совсем недавно, попробовала их во время своей поездки. Собственно, этим и объясняется вот такой вот travel size данных продуктов. Оба они в объеме 50 мл, ну, не совсем оба, в данном случае шампунь у нас 50 мл, а кондиционер у нас в объеме 40 мл. Оба эти продукта из линейки Damage Remedy от марки Aveda это, насколько я понимаю, самая сильная линейка, направленная на восстановление волос, на питание волос, так как, как вы знаете, волосы у меня длинные, то, собственно, я всегда стараюсь выбирать либо самые сильные линейки, либо достаточно сильные линейки для того, чтобы продукты могли справиться с моей длиной, помочь мне мои волосы сделать более послушными, более мягкими, восстановить мои кончики и сделать так, чтобы я легко смогла расчесать свои волосы после того, как я их помою. Что могу сказать про данные два продукта от марки Aveda? Продукты, правда, классные, я вам их очень и очень рекомендую. Сама влюбилась, сама с удовольствием куплю полноразмерные эти и, скорее всего, еще тоже какую-нибудь линейку от марки Aveda попробую. Это у нас Restructuring Shampoo и Restructuring Conditioner, то есть вот как раз направленные на восстановление структуры наших волос. Что меня приятно удивило, это, во-первых, экономичность данных продуктов, несмотря на то, что вот у нас у шампуня объем 50 мл, а у кондиционера объем 40 мл, данных двух баночек мне хватило на 5-6 использований. Это с моей-то длиной и густотой. Обычно мне вот подобных малышей хватает в лучшем случае на два применения в других марках, и то я это считаю большой победой. Средства очень концентрированные, очень хорошо пенятся, великолепно восстанавливают волосы и, правда, как я уже сказала, с удовольствием их куплю в полноразмерном объеме, потому что я знала, что марка Aveda классная, но то, что она вот прям вот настолько классная и классная, я, честно говоря, не подозревала, влюбилась в нее и буду стараться в ближайшее время ухаживать за своими волосами с помощью данной марки как можно более активно. Еще одна линейка шампунь и кондиционер, который мне удалось в последнее время попробовать, это вот такие вот шампунь и кондиционер от марки Epprouvage, это Progressive Plant Cells. Это, в принципе, тот же производитель, что и Macadamia Professional, это Macadamia Beauty, и они сделали, помимо Macadamia Professional, запустили еще одну линейку, называется Epprouvage, линейку с активными растительными клетками. Вот данная линейка, она направлена на восстановление кожи нашей головы, на уход за кожей нашей головы, ну и, конечно же, на уход за волосами. Что могу сказать? Пользуюсь данными средствами уже какое-то время, ну, честно говоря, такого восторга, как марка Aveda, они у меня не вызвали, потому что то, что касается кожи моей головы, то действительно ее состояние улучшилось. Я, собственно, изначально купила себе данную линейку, потому что появилось у меня ощущение некоего дискомфорта на моей голове. Мне показалось, что кожа моей головы несколько пересушена, этим, собственно, и объясняется тот дискомфорт, который у меня присутствовал в моем общении с моими волосами, и я решила попробовать данную линейку. Опять же, вот с кожей головы данная линейка справляется на отлично. Она действительно за 2-3 применения восстанавливает кожу головы, очень хорошо ее увлажняет, питает, никаких неприятных ощущений, никакого раздражения, никакого шелушения у вас не будет, все исчезнет и все пройдет с продуктами от марки Эпру Ваш, и она также простимулирует, собственно, рост ваших волос. Но, к сожалению, в моем случае с моими длинными волосами данные средства не совсем справились с точки зрения их распутывания, с точки зрения восстановления кончиков. Вот здесь вот мне не хватило мощности, не хватило питательных компонентов в данной линейке, и вот если к состоянию моей кожи головы у меня нет никаких нареканий, то состояние моих волос после использования данной линейки мне не очень нравится, поэтому, скорее всего, я либо оставлю шампунь, но поменяю кондиционер, в данном случае это даже не кондиционер, это Reperative Treatment Mask, это маска. Даже данная маска не очень справляется с моими волосами. Либо торжественно вот подарю данную волшебную линейку своему молодому человеку, который, я думаю, что будет ей с удовольствием пользоваться, а я поищу все-таки что-то другое, собственно. Я уже нашла замечательные продукты от марки Аведа, которые мне осталось раздобыть в полноразмерном объеме, и просто стать счастливой, как таракан, пользоваться ими, получать удовольствие, и радоваться своим волосам, которые очень ухожены, которые очень хорошо расчесываются, и прям становятся классные-классные, правда. То, что касается ухода за волосами, это в данном случае будет не совсем косметические средства, это гаджет для волос, в моем случае это различные резиночки. Я совсем недавно нашла в магазине резиночки от марки, вот так вот называются они, Фрэнк Провост, всякие различные резиночки, это вот такой вот дяденька, я так понимаю, что это мистер Фрэнк, вот он у нас, вот так вот выглядит, известный стилист, который сделал линейку различных резиночек для волос. Резиночки следующие, сейчас я вам все буду показывать быстренько, и шуршать. Первое, это вот такие вот, они двухсторонние, то есть у них внутри, в данном случае она вывернута наоборот, вот существует такая силиконовая вставочка, а так это вот такая вот тканная шелковая резиночка, очень хорошо тянется, у которой очень классно обработан стык, то есть она ни в коем случае не будет рвать ваши волосы, и при этом она не будет скользить за счет вот этой вот силиконовой вставочки, она будет очень хорошо фиксироваться на ваших волосах. Если вы решите сделать конский хвост, либо какую-то другую прическу, резинка тугая, резинка не будет растягиваться в комплекте их, если я не ошибаюсь, 7 или 8, в цветах они разных, мне понравились вот такие вот фиолетово-вишневые резиночки. Для обладательниц густых или длинных волос, вот подобные резинки могут стать настоящим спасением, потому что они не будут соскарживать, и они будут, вот так как туго вы изначально завязали свой хвост, так собственно туго они его и будут держать на протяжении всего дня. Еще одни отличные резинки от марки Фрэнк Провост, это вот такие вот, я их видела у стилистов, но я их, честно говоря, впервые увидела в продаже, это вот такие вот резинки для, опять же, тугих конских хвостов. Мы, соответственно, собираем волосы в тугой хвост, закрепляем один краешек, прямо вот вставляем вот эту вот штучку, которая тупая, она вас ни в коем случае не поранит и не порвет ваши волосы, не сможет их травмировать. Дальше мы обматываем данную резиночку, вот если, допустим, это наши волосы, вот так вот вокруг хвоста, и вторую часть тоже втыкаем волосы внутри. Наш хвост конский, какого бы объема и какой бы тяжести ваши волосы не были очень хорошо зафиксированы, плюс очень легко эту резинку снять, также просто достаточно вынуть вот этот вот крючочек из ваших волос, вам не надо будет рвать ваши волосы, ваши волосы не будут наматываться на резинку, они не будут травмироваться, собственно, все стилисты последние годы для конских хвостов, либо для каких-то других сложных причесок используют именно вот такие вот резиночки. В комплекте их было много, опять же, штук 7 или 8, наверное, в коричневом цвете, очень удобные, базовые, такие вот супер резиночки. Еще одно средство, которое меня заинтересовало, это вот такой вот валик с гребнем. Честно говоря, вот с данным средством я немножечко ошиблась, я предположила, что данное средство может быть очень удобно для того, чтобы вот, собственно, делать вот этот вот чудесный такой начес, вот чтобы не начесывать волосы до бесконечности в этой зоне, для того, чтобы добавить им объема, вот я решила, что можно вот просто вот так вот прядь убрать, зачесать на лоб, воткнуть данный гребешочек и потом перекинуть прядь, и будет вам счастье. Вы знаете, счастья вам не будет. Ну, либо у меня такое вот строение головы, у меня получился очень смешной эффект, я, прошу прощения, не буду вам его показывать, я, честно говоря, не очень морально готова, но вот данная резиночка для меня оказалась бессмысленной. Конкретно для этого применения, возможно, я найду вот этому гаджету еще какое-то новое применение, и буду как японка вот так вот вставлять в пучок, и там еще сверху как-то вот перекидывать пряди. Возможно, для этого она подойдет значительно лучше, а вот для вот этого вот начеса, такого вот хохолка в зоне лба не подходит она совершенно. Пишу вам об этом рассказать. И еще, значит, опять же наш Фрэнк Провост, вот этот вот наш дяденька, мне очень понравились от него невидимки. Я, честно говоря, подустала от своих невидимок стандартных, которые скучные, которые все равно в какой-то момент начинают цеплять и рвать мои волосы, что мне совершенно не нравится. А вот в данной марке невидимки я их нашла двух цветов, они очень-очень приятные. Сейчас я их по цветам быстренько разберу и вам покажу. Это вот такие вот две розовенькие, и вот такие вот две, они серо-такие вот немножко зелено-болотные. Вот так вот они выглядят. Собственно, каждая невидимка с внешней стороны, стороны, которую вы крепите на волосы, она выглядит вот такими вот овальчиками. И нижняя сторона обычная полосочка с вот такой вот закругленной штучкой, чтобы не травмировать ваши волосы. И мне что очень понравилось, это то, что данные невидимки очень-очень аккуратно и элегантно смотрятся на волосах. На них нет никаких стразиков, на них нет никаких блесточек. Я, честно говоря, подобную пошлость очень-очень не люблю, особенно для каждодневного применения. Я люблю что-то очень простое, элегантное, и должна признаться, что вот подобные невидимки, вот сейчас я вам покажу, надеюсь, что видно, они очень-очень аккуратно и элегантно смотрятся на волосах, и я прям вот довольно-довольно. Опять же, вот здесь две серенькие, сюда мы можем одеть две розовенькие. Волосы не будут пушиться. Я их использую как с хвостиками, так и с косами, потому что я не очень люблю пользоваться лаком для волос и фиксировать мои волосы. Я люблю, чтобы волосы оставались подвижными, чтобы они оставались живыми, и поэтому я с удовольствием пользуюсь подобными невидимками, вот, пожалуйста, розовенькие две, для того, чтобы создать такой вот элегантный, простой образ, который лично мне, честно говоря, больше всего нравится. Надеюсь, что данное видео было вам полезным. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Спасибо большое, что подписываетесь на мой канал. Если данное видео вам понравилось, ставьте скорее пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу. Если вы еще не являетесь подписчиком моего канала, то обязательно подпишитесь. В этом случае вы сможете узнавать о новых видео, вышедших на моем канале первыми. Спасибо большое, что остаетесь со мной. И до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока.